Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Мы с Твиксиком уже встали. Он здесь у нас подлизывается. С ума подлизывается, да? Уже и к вам подлизывается. Вот смотрите, что он делает. Он всегда свою жопу преподносит к моему рту. А сейчас уже и к вашему. Какая наглость, а? Какая наглость! Вот зачем ты так делаешь? Нафига? Я в интернете прочитала. Я раньше думала, что у него окраска лев. Оказывается, его окраска называется черепашка. Оказывается, ты всего лишь черепашка, дурачок. Нафига он так делает, я не знаю. Время уже 10 часов и уже пора вставать. Я сегодня хочу разобрать свой шкаф. А на улице уже пасмурная погода. Вчера был дождик. Я так люблю, знаете, когда дождик, взять чашечку чая с шоколадкой, попить чай и просто поваляться. Сейчас тоже достаточно прохладно. Уже в футболке не выйдешь. Надо уже с длинными рукавами что-то одевать. И именно поэтому хочу разобрать свой шкаф. Здесь у меня, значит, летние вещи, а здесь зимние. Это всё надо вынуть и сюда. А это всё сложить и обратно туда, до лета. Если честно, я рада, что уже лето закончилось. Что-то в этом году мне лето уже надоело. Уже поперёк горла стоит. И жалко, я вот это платье не смогла ни разу надеть. Да, мне оно очень нравится. Ну как платье, шортики, так скажем. Кстати, я вам в инстаграме показала. Но так как не все подписаны на мой инстаграм, покажу вам уже конечный вариант моего маникюрчика. Я просто кайфую от него. Вот эту руку я решила всё-таки переделать и добавить здесь вот тоже такие голубенькие оттенки. Потому что эта рука выглядела, как будто я её не доделала. Это правая рука, на ней рисовать мне безумно сложно. И вот здесь я просто кайфую. Мне так нравится результат. Очень давно мне не нравился мой маникюр настолько сильно. Дизайн, кстати, придумала сама. И вот даже на вот этом пальце я решила вот так вот сделать кружок блёстками. Супер по мне. Я буду умываться. Как вы знаете, у меня есть проблема. У меня кровоточат дёсны. Мой стоматолог посоветовал мне вот такой вот ополаскиватель. Уже третий день его использую. Три раза в день. Зачем я его показываю? Возможно, у вас тоже такие же проблемы. Хотя мой стоматолог говорит, что я слишком паникую. И вроде как у меня всё нормально. Такой серьёзной проблемы нет. Но я хочу, чтобы вообще они не кровоточили. Потому что это может привести к не очень хорошим последствиям. В общем, зубной мне почистил от зубного налёта. Сделал профессиональную чистку. И после этого я поменяла щётку на более мягкую. Здесь щетина вообще очень мягкая. Специально подбирала. Обязательно после профессиональной чистки зубов. При таких вот симптомах, как у меня, надо менять зубную щётку. Я так и сделала. Пока что вроде как не кровоточат. Слава Богу. Насколько долго это будет, я не знаю. Он мне делает уколы в дёсны. Специальные витамины. Это полезно. Я думаю, ну ладно. Так, я уже у стоматолога. Сейчас мы будем делать уколчики, витамины. Потом я ещё хочу заглянуть и купить немного констоваров. Для рубрики про скетчбук мне очень нравится рисовать. И поэтому мы вместе пойдём и покупать новые фломастеры. Рот весь анимел. Сейчас стопудово меня позовут на свидание. Всегда, когда я выгляжу как урод, меня зовут на свидание. Надо сказать, что я сплю или я умерла. Я всё-таки с детства очень люблю констовары. А фломастеры это просто мой мастхэв. Здесь был большой выбор фломастеров. Но я хотела именно огромный набор, чтобы было много цветов. А ещё я в этом магазине нашла декоративный скотч, который я заказывала шейн. А здесь большой выбор. Можно и взять и здесь. Один такой скотч стоит 90 копеек. Это что-то в районе 35 рублей. Есть разные. Выбор большой. Я планирую здесь обязательно взять себе декоративный скотч. Но не в этот раз. Так как у меня он есть. Интересные ручки с разными инициалами. Прикольно смотрятся. В наше время в школе запрещали писать такими ручками. Почему? Фиг знает. Всегда говорили, покупайте обычные, без ничего. Чтобы не отвлекаться на все эти шалости. А заниматься строго уроками. А ещё я здесь увидела акриловую краску белого цвета. Как раз таки в моём наборе не хватает такого огромного тюбика. Потому что им удобно размешивать другие оттенки. Смешивать, точнее, другие оттенки. Буквально минут 15 я ходила по магазинам. И у меня уже почти анестезия прошла. Я уже более-менее разговариваю. А возможно это потому, что мне кололи и сюда, и сюда. В общем, это 4 укола. Очень неприятно. Ну да ладно. В общем, я потом пошла по магазинам. И купила себе фломастеры. Были разные ценовые сегменты. Были и подешевле. Даже по манату были фломастеры. Но я решила не жмотничать. И купила самые дорогие фломастеры, которые были в этом магазине. Здесь 36 штук. И мне сказали, что они как бы профессиональные. Они не просвечиваются на другой стороне. И она мне показала это. Нарисовали мы немножко на бумажке. На другой стороне это не просвечивало. Сейчас вам покажу. В общем, фломастеры выглядят вот так. Здесь 36 штук. Вот. Цветов много. Это максимальный ассортимент. И они не просвечиваются. Ну что. Затестим. Посмотрим. И сразу нюхать прибежал дурачок. Дурачок мамин. Твиксик. Он поел. И все. Довольный. Что случилась сладость мамина? В общем. Решила взять вот такие фломастеры. Сейчас хочется прям посидеть порисовать. Ну что я могу сказать насчет своих новых фломастеров? Их вот столько. Главный минус, который я могла отметить, который просто меня раздражает. Это то, что вот когда закрываешь, нет этого щелчка. Я вот обожаю, когда он есть. И в ручках. Например, вот эта ручка, которую я купила позавчера. Открыла я ее. Закрыла. Вот. Вот этого щелчка мне не хватает. В этих фломастеров. И плюс пару оттенков очень плохо рисуют. Например, вот этот вот. Вот этот цвет очень плохо рисует. И вот этот, по-моему. Короче, несколько цветов рисовали просто ужасно. Ну а так неплохо. Вы знаете, есть маркеры. Я видела у других блогеров. Они продаются поштучно. И они специальные для рисования. Надо бы их купить. Просто я их в магазинах не видела. Максимум, что есть, это вот. Растяжка цветов мне очень нравится. Особенно голубой, синий. Вообще бомба. Цветов много. Надеюсь, что долго будут рисовать. Потому что до этого у меня был всего вот такой набор. Который стоил копейки. Наверное, где-то 2 моната. Это 90 рублей. И очень хорошего они были качества. Вот. Я ими именно рисовала все рисунки в своем скетчбуке. И других у меня альтернатив не было. Теперь у меня есть вот такой выбор. Ура, ура, ура. Похлопаем мне. Шап, 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 шап. Ну что, давайте приступим к разбору моего шкафа. Параллельно я буду некие вещи мерить. Здесь у меня зимние вещи. Здесь летние. Эти летние надо убрать наверх. А зимние вытащить сюда ближе к рукам. И потихоньку буду показывать. Некоторые вещи буду мерить. Итак, первая вещь в моем гардеробе. Заказ, как всегда. С моего любимого сайта Shein. Я ни разу не надела это платье. Хотя заказала в начале лета. Вот это новинка. Если вы смотрели предпоследний влог, вы, наверное, видели, как я выбираю это платье. Кстати, такое же я видела в Shein. Стоило около 28 долларов. Плюс со скидкой. Точно-точно такое же платье. Не пишите свои комментарии по поводу того, что нафига тебе столько вещей. Блин, хочется. Душу греют мне эти вещи. Обожаю вот эту свою юбку. Она просто обалденная. Подчеркивает фигуру. И на нее очень много заказов. То есть все вещи я ношу. Смотрела у других блогеров. Они как бы именно заказывают, чтобы сделать обзор. Потом эти вещи перепродают. У меня такого нет. Я заказываю чисто для себя. Если вещь мне не нужна, лишь бы сделать обзор, я это все не покупаю. И мне бесплатно никто это не присылает. Маме, например, очень не нравится этот пиджак. Но я в восторге от него. Мне очень нравится его качество. Мне нравится, как он смотрится на мне. Я просто ношу его с удовольствием в последнее время. Убрайся. Дальше вот такое платье. Мне оно тоже очень нравится. Но единственный момент, мне кажется, разрез слишком глубокий. Был бы он чуток пониже. Можно даже дать швея, чтобы она сделала его чуть-чуть пониже. Следующее разочарование. Ненавижу это платье. Очень жалею о том, что купила. Взяла в размере XS. Не знаю, не нравится мне. Оно совершенно неудобное в нос. При ходьбе все открывается. В общем, ужасное приобретение. Эту рубашечку, кстати, мне подарила моя подписчица и нас. Она чеченка. И сделала мне такой подарок, по-моему, на день рождения, если не ошибаюсь. И, в общем, я с удовольствием ношу. И вот, честно вам скажу, взять мой весь гардероб, вещи, которые я сама себе купила. И вот эту рубашку. Эту рубашку я люблю намного больше. Потому что это для меня не только вещь, но и память от подписчицы. Вот, я думаю, даже если она будет неактуальна, она все равно будет висеть у меня в шкафу. Потому что, ну, потому что это приятно. Следующее платье, которое уже заказала под конец лета. Все офигенно с этим платьем. Максимальная длина, но единственное, плохо обработаны края. Мне, пожалуй, надо дать швее, чтобы она как-то прошлась оверлогом еще раз. Ненавижу вот такие вешалки огромные, массивные. Очень много места занимают в шкафу. Мы планируем, наконец-то, уже заказать прихожую. И тогда у меня будет место побольше. Прихожей тоже будет пару ящиков. А значит, будут новые заказы, правильно? Вот такое платье. Очень такое, знаете, женственное. Мне чем-то напоминает, не знаю, 90-е. Короче, мне очень нравится. Материал, платье офигенное. Ношу с удовольствием. Но, если честно, не успеваю все носить. Потому что вещей много. Все хочется выгулить. Это, пожалуй, останется. Я носила эту вязаную кофточку, когда училась в 9 классе. И до сих пор она мне очень нравится. Не поверите, до сих пор. Сколько лет уже прошло. Вот висит она у меня в шкафу. Не портится. Ничего очень хорошего качества. Поэтому пусть висит. Иногда буду надевать. Я заметила, если я покупаю вещь, например, под конец лета. И думаю, куплю на скидках. В следующем году буду носить. Нифига, не ношу. Просто висит в шкафу. Это вот то же самое из той же серии. Мне очень нравится длинное платье. Сейчас многие напишут, безвкусица, как цыганка. В общем, вот такой вот топик и длинная юбка. Одно из лучших приобретений сайта SHEIN. Хочу для вас снять видео. Мои фавориты. Лучшие покупки сайта SHEIN. И обязательно в них будет это платье. Я очень сомневалась и боялась. Потому что я взяла размер XS. Я боялась не влезть, но я влезла. Выглядело отлично. И даже больше не надо было. Это уже зимнее. Правда, везде волосики твикса. В общем, по-хорошему, надо купить новые вешалки. Все одинаковые. Просто вопрос, а куда девать тогда старые? Не выбрасывать же. Дальше два моих платья. Это вообще платье раритет. Я покупала свою квартиру, надев это платье со звездочками. А затем мой брат покупал квартиру. И я опять была в этом платье со звездочками. Потом мой брат покупал еще одну квартиру. За последние два месяца он купил две квартиры. Я тоже хотела надеть это платье. Просто на улице было очень холодно. И мне пришлось не надевать его. Но, в общем, это платье у меня какое-то особенное для особых каких-то мероприятий. Оформление хат. И дальше вот такое платье. Я обожаю платье. Особенно такого формата. Мама говорит, да и выпишите постоянно в комментариях, что очень много однотипных платьев. Ну, блин, я кайфую от них. Мне они настолько нравятся. И передать просто словами. Уверена, что в следующем году буду обязательно носить. Возможно, такое платье. На него очень много заказов. Еще закажу в другой расцветке. Все может быть. Были бы деньги, было бы желание. Почему нет? Мы можем себе это позволить. Вот такая вот у меня есть рубашечка. Это я покупала, когда еще ходила на постоянной основе на работу. Здесь уже фурнитура немножко потемнела. Но рубашка мне очень нравится. Я на повседневку носила на работу. А сейчас я на работу не хожу. После коронавируса и всей этой дистанционки мы уже не ходим. Сидим дома. Эти брюки я, пожалуй, оставлю. Думаю и осенью можно надеть. Так что пусть висят. Дальше здесь на вешалке сразу несколько вещей. Во-первых, вот это недавнее приобретение. Покупка платья с персиками. Ну, что я могу сказать? Платье очень плотное и не подойдет прям на жаркое лето. Но если погода прохладная, например, был дождик, то можно надеть летом. А так мне орнамент очень нравится. Блин, постоянно говорю орнамент. Рисунок очень нравится. Опять белая блузочка. Ничего интересного. Это, пожалуй, пусть висит. Есть у меня такой комбинезончик, который я купила в прошлом году в магазине New Yorker. Стоил он что-то в районе 50 долларов. Но в этом году я, по-моему, ни разу не носила самая противоречивая покупка. Ну, как вам? Это платье абсолютно не мой стиль, соглашусь с вами. Но я в ТикТоке увидела девушку, которая одевается в стиле 80-х. И меня она безумно смотивировала. Я решила купить себе тоже не прям в стиле 80-х, но что-то такое, знаете, старое. И ни разу не носила, потому что платье мне большое. Это размерка S, но она мне очень велика в области плеч, в области талии. Да, в общем, везде. Но это тоже уже не наденешь. Такой костюмчик. Маечка плюс брюки. Опять с моего любимого сайта. В этом году, в начале года, в начале лета я очень много раз надевала этот костюмчик. Но потом я забыла, где он лежал. И была ужасная жара. Поэтому я не выходила из платьев. Брюки для меня были как каторга. Не носила. Я помню, я в этом костюмчике шла смотреть квартиру, когда мы еще смотрели варианты. И мне не понравилась квартира. Это тоже шейн, но это уже длинный рукав, поэтому это платье, пожалуй, останется. Можно с какой-то кожанкой оверсайз надеть. Черные классические брюки. Их я уже особо не ношу. И вот такая вот мимимишная юбка, которую я за все лето ни разу никуда не надела. Вообще, я теперь буду покупать юбки-шорты, потому что у нас в Баку ужасный ветер. И вот с такой юбочкой, в такую ветреную погоду просто не выйти на улицу. Поэтому следующие мои варианты юбок будут либо плотные, чтобы носить с колготками, либо уже юбка-шортики. Вот такое вот платье-халат. И вот такие вот вещи, я не знаю, их убирать или оставлять, потому что я думаю, я буду тиктоки снимать. Еще одно приобретение с магазина Нью-Йоркер стоило, также, наверное, где-то 50 монат. Шорты, кофта. Мама всегда угорает, зачем шорты и длинный рукав? Но я иногда ношу. Последний раз я надевала, когда шла на лазерную эпиляцию. Вот в этом я была. Я всегда мечтала много одежды иметь. Всегда. Чтобы у меня был огромный выбор. И не обязательно, чтобы это было что-то брендовое. Самое главное, чтобы эти вещи мне нравились, и мне не жалко было с ними прощаться. Например, в данном случае у меня много одежды. У меня дофига платьев, я могу кому-то что-то даже подарить. Если где-то что-то порвется и испачкается, мне не будет жалко, и я не буду дрожать над этими вещами. Вот каждому как бы свое, и меня часто осуждают в таких моментах. Но, блин, это моя жизнь. Вот что я поняла. Это платье вообще раритет. Я где-то, наверное, в 11 классе училась, когда я купила это платье, и до сих пор оно висит. За это лето я ни разу его никуда не надела. Это, кстати, я убирать не буду. Это шорты, пиджак. Ну, как комбинезон, наверное. Можно даже с колготками надеть, с какими-то капроновыми зимой. Так что мне нравится. Ну, что дальше? Вот такое платье, например, я буду оставлять. Хотя это нет. Какие-то платья я буду с колготочками все-таки носить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!